Итак, здравствуйте, друзья! Это будет обзор на акварель с китайского сайта Алиэкспресс. Вот в такой вот коробочке. Кстати, пришла эта акварель быстро, 2-3 недели, наверное. Где-то так. Стоимость ее в районе 1000 рублей. Ссылочку я оставлю под видео, если кому-то понравится. Ну что, давайте приступим. Значит, это вот коробочка. Вот такая пластмассовая. С петелькой для пальчика. То бишь, будет удобно. Она небольшая, кстати. Будет удобно брать ее куда-то на пленер. Вот. На природу. Открываем. Я ее еще не пробовала. Буду пробовать вместе с вами. Что здесь у нас? Палитра. Палитра. Вот так она крепится. Дырочки. Крепление 4. Крепление по сторонам. В принципе, и крышечку тоже можно использовать. Так, палитра. В набор входит... У меня 36 цветов. В набор входит 2 кисточки. Аквабраша. Аквабраша. Одна кисть плоская. Плоская с зазубринами какими-то такими. Не знаю. Не разглядите. Что-то она мокрая, что-то. В общем, такая кисточка. И одна круглая. Кстати, эти кисти довольно-таки неплохие. Но я ими не пользуюсь. То есть, если где-то быстрый скетч, быстрый набросок, то да, опять же, на природе, на улице, где не очень все удобно и под рукой там немного воды, то да, такой кистью можно пользоваться. Но как бы дома нет. У меня есть аквабраши и много их уже. Ну, пусть будут. Какие-то серьезные работы выполнять, конечно, вот этими кистями неудобно. И удобно размывать, наверное, еще акварельные карандаши. Так. Дальше что? Значит, давайте, наверное, кстати, здесь губка по сторонам. Обычная губочка. Промакивать кисть, наверное. У меня, значит, я возьму бумагу. Бумага у меня госзнак. Кстати, это целлюлоза. Но целлюлоза, наверное, очень-очень, не наверное, а очень хорошая. Редко, когда целлюлоза, бывает хорошего качества. Вот эта целлюлоза очень хорошая. На целлюлозе вообще краски должны ложиться, по сути, вот на, даже на этой, на этой именно, на госзнаковской, должны ярко выглядеть. Давайте посмотрим, что из себя. Сделаем, наверное, выкраску. Квадратики, конечно, маленькие, не очень удобно. Ну, пока. Ну, пока не так все плохо, как. У меня очень, кстати, много акварели уже, я, наверное, уже коллекционировать ее начинаю. Вот, но хороший, по сути, такой, который мне нравится, который я пользуюсь не так много. Вообще, мне нравится очень яркая акварель. Такая. Ну, вот, оранжевый с белилами. Вот этот получше оранжевый. Оказать, что легко набирается, нет. Если сравнивать с теми красками, которые мне нравятся, те получше набираются. Все-таки, ну, она твердая, эта акварель. Такая, ну. Здесь я, наверное, ускорю видео, чтобы не писали потом в комментариях, как долго и как муторно. Наверное, есть смысл ускорить. Такая акварельная 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 акварель Продолжение следует... 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 Вот на фиолетовом. У него хорошо смываются. Цвета вот эти тоже похожи. Небольшой нюанс между ними. Некоторые цвета можно вообще выкинуть с этой палитры. Или взять, допустим, на 24 цвета, мне кажется, это будет вполне. Зеленый какой-то вообще странный. Может быть, как будто он распадается на мелкие-мелкие такие крупиночки. Гранулируется. Вот. Ну, в целом, неплохо. Неплохо. Ну, давайте попробуем, наверное, теперь посмешивать. Да, кстати, еще забыл сказать. Набираются они тяжеловато. Сами кюветки маленькие и неудобно, конечно, набирать на кисть. Вот. И по сравнению, конечно, с профессиональными красками, конечно, нужно повозюкать кистью, чтобы набрать побольше пигмента на кисть. Вот. Такой недостаточек. Так. Ну, давайте что-нибудь попробуем смешать. Возьмем вот этот, какой-то такой розовенький, красивенький, голубенький. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. 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 Ну что, друзья, что я могу сказать теперь конкретно уже по этим краскам. Ну, при смешивании, в общем-то, неплохо, грязи особой такой нет, не получается. По поводу самих красок, набираются на кисть они не очень, то бишь, значит, что это скорее всего здесь маловато пигмента. Хотя для, ну, как бы, для начинающих это достаточное количество, наверное, все-таки можно рисовать ими. Потом, что мне не понравилось, так это, наверное, то, что, скорее всего, в этих красках нет гуми-арабика. Гуми-арабик у нас отвечает за растекаемость, такую красивую расплывчатость, вот, ну, нет ее здесь. Я пробовала и лила, и воду, и не знаю, что я только здесь не пробовала, ну, там она как-то не перетекает, понимаете, одна в другую. Я думаю, кто квалирист, наверное, меня поймет. Вот, я воды нанесла достаточно, в общем-то, ну, ну, как-то не растекается красиво, как бы хотелось. А в остальном, в принципе, это такие краски хороши для начинающих, где не нужно особо, скажем так, контролировать эту краску. Где она не убежит у нас. Вот. А так неплохо. Неплохо для каких-то там, таких вот набросках, иллюстрации, может быть, даже неплохо будет. В целом, неплохие. А на этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Пока-пока. 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 Пока-пока.